К новостям Республики. Вопросы безопасности летнего отдыха детей стали главными на еженедельном совещании у главы Чувашии. В Республике сейчас работают 24 загородных лагеря оздоровительного и санаторного профиля. В первую смену отдохнули более 5000 детей, 80 за пределами Республики. При организации отдыха в этом году возникли сложности по подбору кадрового состава. Некоторые лагеря остались без разрешения надзорных органов. Татьяна Молокова продолжит. В основном вожатыми в лагерях работают студенты. На первую смену подобрать сотрудников всегда было сложно. Студенты сдают сессию. Кроме того, в этом году многие стали волонтерами Казанской универсиады. После нашумевшего скандала в лагере «Золотой колос» Министерство образования решило проводить тестирование будущих сотрудников. Признаем мы системный сбой подготовки кадров. Нет обязательной подготовки или обязательной требования, чтобы наши педагогические работники загородных лагерей проходили обучение. Поэтому сейчас мы приняли решение первое по бюджету 2014 года заложить обучение и обязательно прохождение курсов механизм, чтобы аттестации предварительно проходили наши педагоги. Кроме того, в первый же месяц отдыха выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в некоторых лагерях. Один даже вынуждены были закрыть. Не открылся лагерь «Родничок». Все путевки были переспределены между другими лагерями. И в данном случае дети не пострадали, они размещены в других лагерях. В лагере ведутся работы по устранению тех нарушений. Зарегистрировано в лагерях 6 вспышек острых кишечных инфекций. Из них 5 вызваны норовирусной инфекцией. В лагере «Родничок» у одного повара был выявлен ротовирус. То есть является носителем тоже острых кишечных инфекций и ротовирусной этиологии. В настоящее время в пятницу уже в лагере «Белые камни» зарегистрированы два случая острых кишечных инфекций. Еще одна проблема – безопасность в детских оздоровительных лагерях. В начале сезона министр внутренних дел говорил об отсутствии камер видеонаблюдения и охранников. Но вдруг на первый план выходят другие проблемы. Говорили, что перед сезоном на весь персонал будут направлены списки для проверки их на судимость. Вот по представленным спискам 11 ранее судимых предполагалось привлечь к работе с детьми. В том числе, кстати, в детском лагере «Колос». Поэтому эти списки, ну каждую смену у нас и персонал иногда меняется, но списки эти не приходят. Либо приходят с большим опозданием. Глава Чуваши призвал Министерство образования выработать стандарты, по которым будут набирать сотрудников в лагеря и обеспечить их достойной зарплатой. Когда нет мотивации, соответственно, качество всегда хуже. О финансовой поддержке начинающих предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса рассказал исполняющий обязанности министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Финансовую помощь в 290 миллионов рублей смогут получить 1300 предпринимателей. Кроме денег предусмотрены консультации для развития бизнеса. В этом году появилось и новое направление поддержки – субсидирование организаций, открывающих группы дневного пребывания детей. Руководитель госслужбы Чувашии по тарифам и конкурентной политике рассказала об уровне платы за коммунальные услуги. Тарифы на тепловую энергию, холодное водоснабжение и водоотведение на 2013 год установлены ниже предельных индексов роста, предусмотренных для Чувашии. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика.